Анечка 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 Маленький теплый комочек Самая самая родная на свете Я очень доволен, что у нас появилась ты, Анюточка. Мы сейчас больше, крепче семья. Ты то самое сокровище, которое у нас есть. Теперь наша семья стала... Действительно, все изменилось. Изменилось даже отношения с другими. Когда тебя привезли, Анечка, первые дни, были самые сложные. Надо было смотреть круглосуточно за тобой. Я, между прочим, особо не утруждался. Конечно, все на мамку переложили. Все было на мамочке. Для меня, доченька, первые два месяца без сна. Как-то пролетели, прям даже не знаю. Ты постоянно плакала. Принцесса, мы тебя на ручках все время носили. Постоянно болел животик. Плакала, плакала. И по сей день теперь так и носим на ручках. Анюза, мои были функции покупать тебя, подготовить к ванне, чтобы ты там покупалась, игрушки выгрузить, полотенчика подать. Я обезьянка, я обезьянка. Как взрослая? Как взрослая? Нет, как взрослая? Нет, как? Как? Самый первый твой хохот. Это было тебе три месяца и три дня. 22 марта. Мы с тобой летали, как обычно, перед зеркалом. И тут вдруг ты как расхохоталась? Папа быстрее побежал твой за фотоаппаратом. Быстрее снимать видео. Мы сразу же это все записали. Как ты хохотала, как ты смеялась. Вот это было просто чудо. Доча, да? Доча, да? 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 Доча, доча, да? Да? Доча, доча, да? Доча, да? Назлась, Анюточка, назлась. Маленькая такая девочка. Ну что, дальше листаем, листаем. А здесь у нас, что у нас тут в окошечке, Анютка? А, наша первая УЗИ, Анютка. Анюточка, помнишь? Так, дальше, хорошо, Владимир. Еще вспоминается твой первый зубик. Нас начали с тобой километровые сопли. Твоя мама распереживалась, думала, простуда. Где же простудились? Стоит жара на дворе. Все, беда. А через три дня у нас вылазит первый зубик. Но вот когда третий зубик у нас полез, вот это было вообще весело. Когда у тебя дома начались нервные тики, ручки, ножки у нас закрутились. Мама твоя вызвала скорую. Вообще, на самом деле, было не смешно. Мы поехали с тобой в больничку. Нас осмотрел и главный хирург, и главврач. Сказали, мамочка, не переживай. Это всего лишь такая реакция на зубик. У мамы уже руки и ноги заколотились, думала, что ж такое-то с ребенком, доченька. Оказался, всего лишь зубик. И вот с такими нервными тиками у нас прошел третий зубик. Киса, киса, киса. Киса, киса. Хорошо помнится лето твое. Когда мы рассматривали, тебе было уже полгодика. Мы ходили, рассматривали первое гав-гав, первое мяу-мяу, первое цветочки, листики зелененькие. Уже такое осмысление у тебя более появлялось. Тебе было все интересно потрогать, понюхать, пощупать. Вот это было, конечно, здорово. Ну, Анюточка, а что ты кусаешь? Что ты, доченька, кусаешь? Лимончик. Ай, как вкусненько. По-прежнему, доченька, самым твоим любимым продуктом, блюдом является все равно молочко. Но ты его готова кушать и днем, и ночью пить. Так, конечно, ты любишь у нас супчики. Супчики ты любишь. И щавелечек кисленький ты любишь. Ты любишь щи с кислой капустой, ничего не могу сказать. Но вот каши у нас с тобой проблемка. Пока мама твоя не добавит маселка, сахарочку, вот тогда ты изъявишь желание 5-6 ложечек ты скушаешь. Ну и то, под большим-большим настроением. Ну и, конечно, мы любим макарончики. Вот макарошки мы это любим. Это ничего не могу сказать. И конфеты, сладости. Ты у нас такая сладкая ешка. Я прям даже не знаю в кого, может в папку. И еще ты очень обожаешь аскорбиновую кислоту в дрожжах. Не успеешь зазвинить с баночкой, ты тут как тут и кричишь. Ага, и подставляешь ладошку вот так. И ты готова отдать за нее, просто родину продать за эту аскорбинку. Все, скоро будешь кашу лопать, как папа. Да, будешь кашу лопать, да? Будешь кашу лопать. Ай, как грустно. Ай, фигнятина какая. Ням-ням-ням. Первый раз ты стала сделать такие, просто, так скажем, стоять, держать за порченье, это тебе было 9, где-то 9,5 месяцев. А вот когда ты сделала свои первые шаги, это был обычный день, был вечер, пришел папа твой с работой. Как всегда, покушали, поиграли, папа лег спать, но так как ты у нас полуношница, мы с тобой еще играли. И тут вдруг ты, доченька, залазишь, как всегда, в свой любимый комод. Твоя мама поворачивается и кричит на тебя, доча, хватит переворачивать комод. Ты начинаешь плакать, тянуть ручки, а мама тебе говорит, доча, все, хватит тут стоять, иди сюда. И тут ты вдруг поворачиваешься, и независимым невозмутимым взглядом так на меня смотришь, и пошла твоя мама, чуть не обалдела. Тут же дочу схватила, папа, папа, просыпайся. Папа схватился, спросила, не пойми, что ты от меня хочешь, женушка моя? А я говорю, доча пошла. Куда пошла? Я говорю, как пошла? Да, да, а как это было? А уже совсем ты, вот уже свои такие, конечно, шаги стала делать, наверное, через пару дней. А первые шажочки, это тебе было ровно 11 месяцев. Ровненько, ровненько, это было 19 ноября. Анютка, да? Анютка, Анютка, Анютушка. Анютка, внешне она, наверное, похожа. Все говорят, что больше на меня, но не знаю. Вылитая папочка, вылитая. Мне кажется, ну, может, ушки мои, носик, ротик, губки, ну, мне кажется, все остальное твое. Конечно. На второй день в роддоме, доченька, тебя когда мне привезли, я как увидела твой оттопыренный пальчик на ножке, прямо как у папы. И он такой, ви, оттопырился. У мамы не такие пальчики, даже пальчик. На меня ты точка похожа. Ты любишь танцевать вместе со мной. 10 месяцев, Анюточка, мы тебя завели в развлекательный центр Лимпопо. Он такой, очень современный на сегодняшний день. Там тебе очень понравилось. И крокодильчик тебе нравилось там на нем качаться. В шариках купаться. Ты там так наигралась, наверное, за минут 40, что в конце заснула. Просто мы тебя просто понесли домой спящий. Ай, как вкусненько. Только я не понимаю, что вкуснее, палец или ключик? Что вкуснее, а? Анютка, у тебя игрушек вообще море. У меня столько и не было, если честно, в детстве. Один день кубики, другие день там шарики тебя завораживают. Там дальше какие-нибудь пирамидки. И одежды, доченька, у тебя. Мама твоя, по-моему, открывается над тебе. У тебя одежда. И одежда. У тебя только одних платьев и юбочек больше, чем у папы с мамой вместе взятых гардеробом. Это честно. Вообще, доченька, конечно, все, что мы хотим, все, что в наших силах, мы делаем все. Лучшие игрушки, наверное, самые новые, новинки, самая лучшая одежда. Все для тебя, доченька. Смотри, какие шарики. Смотри. Смотри, как перекатываются шарики. Анюточка, я бы хотел, чтобы ты выросла в первую очередь умной, потом красивой, чтобы... Маму, да? Маму. Ну, можно и так сказать. Чтобы ты все время улыбалась, не забывала родителей. Ну, хотела, чтобы ты о нас помнила. Я думаю, ты будешь помнить. Мы тебе поможем во всем. Да, доченька, все твои начинания, все твои какие-то, чтобы ты не захотела, мы тебя всегда помним. Мы всегда будем рядом с тобой тогда, когда ты захочешь что-то спросить, что-то посоветовать. Красота. Да. Что, тоже снимаю? Некрасиво. Некрасиво. А тебе дай. На. На. Красиво. Посмотри, как тебя, очень-очень любя, поздравляю тебя, поздравляю тебя, поздравляю друзья. С днём рождения я, и я, и я, и я, и я, поздравляю тебя. С днём рождения я, и я, и я, и я, и я, поздравляю тебя. И я, и я, и я, и я, и я. Ты у нас добиваешься всего, чего тебе, наверное, хочется. Причем ты улыбаешься, ты делаешь свое. Ты знаешь, что что-то делать нельзя. Тебе говоришь, что нельзя, ты улыбаешься, и ты продолжаешь делать свое, как папа. Мы думаем, что твоя вот такая вот упрямство перерастет в упорство в жизни. И ты оценишь, ты посмотришь когда-нибудь наши видео, и ты оценишь то, что мы для тебя делали. Твоя мама вообще творческий человек. Она все-все-все запечатлила от твоего первого года жизни, абсолютно все. Анюточка, ну, когда мы жили без тебя, нам было, если честно, скучно. Без тебя я не представляю уже больше жизни. Никак. Ты – это целый мир. Смотришь в твои глазки, голубые, круглые, как у папы. Потому что ты вся похожа на папу. И ты больше не представляешь, что ты когда-то вообще живет ребенком. Поздравляю тебя! Поздравляю тебя! Продолжение следует...